Пойдемте, друзья, немного поближе. Объяснение и потом фотография и возврат. Ну вот мы с вами у берегов Галилейского моря. Мы находимся, получается, с западной стороны. Западной берега Галилейского моря. То, что вы видите туда, в ту сторону, это именно высоты Вассанские, то, что в Писании упоминалось. Это уже самая такая восточная часть Израиля. Самое главное, о чем мы здесь говорим, это именно здесь считается, вот с древних времен, здесь когда-то стоял церковь. Именно сюда приходили христиане первых веков, чтобы вспоминать историю диалога между Петром и Ешуа у берега Галилейского моря. Это событие, которое уже произошло после воскресения Ешуа из мертвых. Вот. Чем оно знаменательно? Тем, что и почему каждый человек, приезжающий сюда, он ассоциирует себя с этим местом, потому что это фактически история каждого из нас. Каждый из нас, он в своем, в своей форме, он когда-то отрекся от Господа, где-то его предал, где-то его оставил, отдалился, пошел своим путем. Но здесь, чем знаменательно это событие, что это событие восстановления. И что интересно, что Ешуа выбирает обращаться к апостолу Петру именно в его еврейское имя, что означает Шимон. Шимон – это от слова «слышать». Наверняка он прислушивался где-то к своим сомнениям, где-то к своим страхам, где-то к своему эгоизму. Но он ему задает вопрос три раза. Именно то количество, идентичное тому, сколько раз он отрекся от своего Господа. Мы видим, и не просто так оно звучит три раза, потому что это словно отречение от того, что было в прошлом. Когда-то я предавал Тебя несколько раз. Сейчас я говорю, Господь, я люблю Тебя, и я буду делать то, что Ты говоришь. Поэтому основную часть, чтобы не слишком много стоять на солнце, что вы можете сделать после того, как мы поем какой-нибудь псалом о любви Господу нашему. Вы можете, если вы желаете, просто вот у берегов Галилейского моря посмотрите, прикоснитесь. Это единственный раз, когда вы можете просто потрогать, непосредственно пощупать, сфотографироваться. Если вы хотите посмотреть в церкви, как в каждой католической церкви, есть определенное место, где указывается, что, возможно, это происходило там. И поэтому то, что вы видите там скала, которая посередине, она называется по-русски «стол Господень». Возможно, что там происходила трапеза. Ну, опять же, давайте будем смотреть на каждое здание, на каждое помещение, как инструмент для того, чтобы напомнить об истории и рассказать непосредственно саму историю. Если у вас будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, и мы сейчас споем псалом. Буквально 5-7 минут, и мы возвращаемся с вами на следующую остановку. Наша с вами следующая станция – это город Капернаум. Хорошо, друзья? Пожалуйста. Спасибо.